Хьюстон! Хьюстон, у нас проблемы! Ну, друзья, не у нас, а на самом деле вот внизу поле, на котором, как видите, два планера застряли, приземлились вынужденно, потому что подходит к аэродрому гроза. Я так понимаю, что они наткнулись на какую-то предыдущую версию этой грозы. Вот она впереди бахромой нас пугает. Вариометр, посмотрите, вводит больше пяти метров в секунду, зона всасывания. Это облако стремительно растет, и мы сейчас будем экстренно сбрасывать высоту воздушными тормозами и заходить на посадку. А за ребятами, которые под нами внизу, вот они, приедет чемодан, прицепчик и заберет их оттуда. В общем, как обычно, погода бомба, а контент огонь! Но не столько эти осадки, друзья, меня беспокоят. Меня беспокоит рост вот этого вот чемодана. Эта облачко была маленькая, но теперь это какой-то уже демонический чемодан, который скоро нам добавит веселья. Что будет с парнями, которые внизу на поле? Если придут, ты старайся меньше говорить, головой кивай, улыбайся. Да. Что будет с парнями, которые внизу на поле? Ну, во-первых, у меня есть ролик, как мой литовский друг Титас приземлялся на поле, а я его спасал. Пошла грунтовочка. Сейчас посмотрим, что за поле выбрал Титас. Как там песни? Проразевал, развал в облаках, 2500 в момент, разменял и сижу теперь. Опа! Вот, 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы. Свежая строка. И гуси. Какой, посмотрите, построили пейзаж. Какой-то новой чувак, давай-то еще лесим. Чем я не джип? Вот, верно, Т4 врезается в пшеничное поле. Оп. Когда вы, друзья, ездите на площадку, смотрите, куда едете. Планерный спорт, я могу сказать, что это нечто такое командное. Это не спорт единоличек, потому что всем приходится друг друга собирать с площадок. И я всегда радуюсь, когда меня забирают с площадки. Ну, раньше забирали, потому что раньше у меня был планер без мотора. Ну, и теперь будут собирать, потому что теперь у меня опять планер без мотора. Лечу. Приеду с пенальчиками, ребята. Конечно, поле фермер будет не очень счастлив, что его вот так тут, понимаешь, топчут. Главное, все живы и целы, красиво приземлились. Видите, полей куча. Я, кстати, думал всегда на это поле, можно приземлиться или нет. Теперь вижу, что можно. Почему я так всегда думал? Дело в том, друзья, что при Северном Ветре иногда получается... Вот аэродром-то рядышком. Вот он. Вот совсем рядом аэродром. При Северном Ветре иногда мы приходим, возвращаемся низко на вот эту гору Сан-Джинина, называется. И если на Сан-Джинине выпариваешь, то выбор, в общем-то, не сильно туирик. Кстати, пошли порывы, начинает трясти. И какой из этих полей внизу выбрать, большой вопрос, потому что они все с уклоном. Если проехаться внизу, а я внизу ездил и смотрел, вот я это тоже поле видел с дороги, ну, оно неплохое. Оно и по ветру отлично сориентировано, и заход длинный. Все как бы с этим и хорошо. Всегда планирист думает о возможности приземлиться на поляну, на поле. Всегда тренируется коротким, мощным, красивым заходом. Значительно более лучшие поля находятся вот, куда крыло показывают вдоль дороги. Потом самое страшное место, раз уж пошла такая пьянка. О, еще осадки пошли. Вот, смотрите, ущелье, в котором остались два планера. У нас летали летчики авиалиний, очень смелые. Ну, планиристы, ну, такие, знаете, планиристы, которые, бывает, планиристы очень талантовые, которые летают, например, в Литве. Мой друг Мариус, он просто фантастический пилот. Летает и на большом самолете, великолепно летает на планере. А эти ребята были с меньшим планерным опытом. И вот это ущелье очень опасно тем, что ветром может запереть при юго-восточном ветре. Все рассчитывают на вот этом склоне иметь восходящий поток. Его нет, начинают вылетать через ущелье. И Клаус однажды вывел группу 5 человек, и все расселись на тех полях. И до аэродрома, на который сейчас крыло показывают, не дотянули. Но это ерунда. Ну, что там, вылезли с поля, и все фигня полная. А вот парни остались на тех холмах, они живы-здоровы. Но два планера ЛС-4, ну, не живы и не здоровы. Сели на лес, ну, примерно такой же лес, как на этой горе стоит. В принципе, посадка планера на лес, это не так, чтобы сильно страшно. Но неприятно. Так. Зона осадков стабилизировалась. Никуда не идет. Туча над нами, ничего никуда не сосет. Я думаю, не отменить ли мне заход на посадку? Может, где передумать? Ого-го, нет, не передумать. Смотрите, друзья, какой ветер задул. 68-69 км в час задуло. Я думаю, что меня в воздухе останавливает? На аэродроме очень сильный южный ветер. Почему он дует? Видимо, потому что все-таки вот эта система от Пик-де-Бюра движется на нас. Я думаю, что от греха к подальше. Выполню-ка я вам образцово-показательный быстрый заход на посадку. Парсинь, ты согласен с такой постановкой вопроса? Угу. Я тоже. Конечно, картинка очень красивая. Слишком много вокруг. Помнишь, мы с тобой говорили про три фактора? Вот первый фактор, много вокруг зон с осадками. Второй фактор, растет над нами облако. Может, оно сейчас никуда не перерастет, но... И чую я, что надо на посадку. Вот этот фактор, чую, тоже должен присутствовать всегда. Поэтому мы погнали. Выпускаем воздушные тормоза. Самый главный фактор, сильный ветер. Забыл, что меня больше всего смущало. Друзья, доверяйте шутью. Лучше хотеть быть в небе и быть на земле, чем быть в небе и ходить на землю. Ветер 90 градусов, прилично восточный. Самый отвратительный ветер, который у нас можно придумать на посадке. Хуже не бывает. Сейчас мы из-за холма получим таких люлей. В общем, сейчас увидишь, посадочка будет эгэгэй. В чем проблема восточного ветра? Вот этот холм, на который сейчас крыло показывается, создает мощную турбулентность, которая мне не нравится. Я буду делать диагональный заход. Скорость стабилизируем, закрылок. На лендинг. И погнали. Любимый заход диагональный. Почему я его люблю? Потому что я всегда знаю, что я попаду на хотя бы кусок полосы. А если я сейчас буду размазывать, делать длинный заход, то я могу попасть на лес. То есть могу не долететь. За холмом будет такой нисходящий поток мощный, что мне просто не хватит дистанции до полосы. О, как я красивенько зашел. Вот, очень красивенько. Кстати, такие заходы могут пригодиться при заходе на поля, когда вам там уже нет времени на вот эту длинную кочерку какую-нибудь. Так, оп, сейчас подлиже чуть-чуть. Это не козел, это вот, о, какие птицы злые. Это немножечко поле вот неровное. Ну, прекрасно. Да, пойдем прямо. Немцы на парковке. Проверил, что есть тормоза. Сейчас подъедем прямо к ангару. Был бы ангар открытый, мы бы в ангар заехали. Нас никто не встречает. Друзья, приезжайте в гости работать открывальщиком ангара. Обещаю полеты. Наши более мудрые коллеги, да, машут, что они уже приземлились и даже зачехлились. Нет, не мудрые коллеги сидят в полях. Вот, у нас все хорошо. Вот такой короткий, веселый и славный ролик. Мы дома. Это самое главное. Всегда возвращайтесь домой и радуйте этим своих близких. Пойду с сыном поиграть. Еще куча времени осталось. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Летайте безопасно.